К холодам готовы. В Сургуте начались активные работы в преддверии зимы. По хозяйству, как говорят в местной мэрии, придется похлопотать. Нужно собрать все вазоны, укрыть до весны цветники и заготовить сыпучую смесь для дорог на случай гололедицы. Зимний сезон коммунальные службы откроют через две недели. За это время обещают навести порядок и подготовить город к холодам основательно. Вместе с дорожниками-экологами пришлось побыть и в нашей съемочной группе. Моя коллега Ольга Придоха была на месте. В общем-то, бабье лето, как мы уже поняли, закончилось вчера. Сегодня за бортом плюс 2 градуса и падает, но тает первый снежок. Поэтому нужно утепляться и готовиться к зиме. Во всяком случае, в городской администрации Сургута тоже так считают. За моей спиной сейчас приводят в порядок красочные клумбы, которые радовали всех нас в течение всего лета. Однолетние цветы, как вы видите, сейчас собирают специальные ящики, их будут утилизировать. А вот многолетники, которых в городе, кстати, немало, планируют укрыть специальным теплым ковром, для того, чтобы в следующем году можно было снова радовать город яркими красками. Многолетники у нас используются в основном в парках и скверах, применяются. То есть мы чуть позже, где-то через 10 дней, начнем работы по их утеплению на зимний период. И некоторые будем сохранять в специализированных траншеях. В июне мы высадили 320 тысяч штук цветочных растений, рассады на 34 объектах в различных частях города. Это клумбы, цветники, миксбордеры, робатки. Кстати, однолетние растения не просто выбросят в мусорку, их должны будут отправить на переработку. И вот этот компост, перегной, он будет служить удобрением для клумб уже следующим летом. В администрации говорят, что сейчас они работают с растениями, а вот следующим этапом должны будут убрать вот такие топиарные фигуры, всеми любимые шары возле сети-центра. Для подобных фигур около 8 сотен штук по городу, их должны будут собрать, помыть и отправить на склады, чтобы они хранились в сухом месте до следующего лета. Уже сейчас в лесопарковом хозяйстве готовятся к следующему сезону озеленения. Говорят, что должна появиться новая клумба возле бизнес-центра. Это будет клумба цветочная, где будут и многолетние растения, и однолетние растения, кустарники, а также инертные материалы, крошка, щепа декоративная. По поручению главы Сургута сегодня отчитываются о том, как готовы к зиме дорожники. В частности, показывают вот такие кучи с песком. Это не просто песок. Здесь в процентном соотношении 90 к 10 смешана и техническая соль. Этой смесью будут посыпать дороги, тротуары и межквартальные проезды в течение всей зимы. На то, чтобы сделать такую смесь, ушло более 25 миллионов рублей. В общей сложности за весь зимний сезон по дорогам города будет раскидано более 100 тысяч тонн песочно-соляной смеси. Перед снегопадом посыпку производим, а потом уже в процессе, чтобы предотвратить гололед-то. Ну, бывает еще по требованию ГИБДД посыпка идет, там уже дополнительные. Песок – это у нас природный материал. Во-вторых, он достаточно дешевый. Его достаточно много. У нас на речке рядом, пожалуйста, намывай песок и используй его для этих целей. В смеси с солью, с технической, это очень эффективный достаточно реагент и экономически очень целесообразно его использовать пока. Зимний сезон по календарю у коммунальщиков начинается уже 16 октября. Однако синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха ниже 0 градусов уже к этим выходным. Дорожники, конечно, выйдут на улицы и будут посыпать от гололедицы дороги. Но в целях безопасности коммунальщики все-таки просят автомобилистов не ждать Дня Жестянщика, а переобуться уже сейчас.